Планета дзюдо Что увидел на этих Олимпийских играх Владимир Николаевич Ну и давайте мы начнем Первый вопрос, Владимир Николаевич Вообще общее впечатление об Олимпийских играх Ну именно программы дзюдо Вообще Олимпиада была такая особенная Без зрителей, без ничего То есть необычная Олимпиада Это и для трейлеров, и для спортсменов Какая-то такая новая атмосфера Не знаю, может быть к ней надо привыкать Но без зрителей, спортсменов Соревноваться тяжеловато, конечно А по правилам, понимаете Весь этот Олимпийский цикл Если разбирать, то Они изначально не отличались Что 4 года назад там были 5 дней Просто сами правила Не всем нравится Конкретно мне не нравится Дело в том, что Та борьба, которую сейчас делали Она коренным образом отличается От той борьбы, которую, скажем Задумывал Дзегор Аканов Во-первых, отменили броски за ноги Они поставили Считают, что это неправильно сделали Поставили некогда в прямую стойку А такие красивые броски Как боковые перевороты, мельницы Немного Когда дух захватан Человек на второй этаж Там долетает Отменили Во-первых И даже взять статистику И зрители приходят ради бросков Вот по старым правилам В среднем за схватку Было больше 2 бросков Я с инженерами Статистиками увлекаюсь То есть на каждую схватку В среднем было по 2 броска За поединок Сейчас Меньше единицы Сами понимаете В 2 раза меньше Зрителей видят бросков И многие специалисты Боевые искусства Вот, например, один Представитель Международной Федерации Мне сказал Говорит А вот мы не ожидали Откуда, типа, пришел удар То есть Все вот эти силовые структуры Через которые тоже Дзегор Аканов развивал дзюдо Через полицейских Он говорит Силовые структуры стали отказываться от дзюдо Потому что, говорят Нам не нужна борьба Где выигрывать шидом У вас нету бросков У вас Ну, мало бросков Мало зрелищ А насчет Выпрыгнуть Не выпрыгнуть Я считаю Это же не проблема За пояс наказывайте За то наказывайте Почему нельзя Наказывать За согнутой штуку Согнулся человек 2-3 секунды Простоял Накажи Вот и все И решение проблемы Человек будет Но Понимаешь, Ром Для того, чтобы бросить сопринник Его надо раскачать И сейчас получается Мы стоим Вот эти два спортсмена Стоят в эту рамку Классическую Вот Когда ты ходишь защититься Что ты делаешь? Ты уходишь на дистанцию А у нас сейчас получается Эта защитная дистанция Мы стараемся научить людей Бороться Атаковать Как ты научишься бороться Если соперник тебя держит в руках Контролирует Все твои подвороты Все движения А с помощью захвата за ноги Можно соперника было раскачать И поймать тот момент Когда его можно было бросить Там разные броски За ноги И подхватник Гребник Все что угодно И вот меня Когда я молодым был Меня учили Там тоже Харлампиев Хохлов Круза Мои тренеры в институте Они учили Что надо соперник раскачать Поэтому Мы за ноги атаковали И ногами И руками Как угодно Чтобы соперник закачался Тогда его легче бросить И когда он стоит Как сказал я Сам понимаешь Бросить человек очень тяжело Поэтому я все равно сторонник Тех старых правил И надеюсь Что все-таки Когда-то Наверное Вернуться к этим правилам Потому что Ну по этому поводу Кстати где-то Промикнул информацию На сайте Международной федерации Что Что опять будут пересматривать Что какие-то Возможно будут Изменения Пересмотра То есть Там было сказано Что Эту олимпиаду так А потом возможно будет Но это что касается правил Все-таки Мы сегодня Не говорим О самих Олимпийских играх Правила Правила И так далее Это не может быть Другая тема Помните Мы с вами Где-то За месяц Но за два месяца До олимпиады Мы Встречались Сделали небольшой интервью И там какой-то прогноз Кто Как выступит Какие спортсмены И так далее Вот вы смотрели Олимпийские игры Как оправдались ваши Ну вот мне как раз сегодня Буквально Зуля Гарипова звонила Парни же Мы тоже брали интервью На большом шлине В Казани Вот она говорит Вадим Риколаевич Вот помните Мы с вами разговаривали О прогнозах Вы сказали Что И я сказал И она И я сказал Что Будет две медали Не больше Но это мы говорим Про российскую команду Про российскую команду Конечно А про какую еще Ну Ну Давайте сейчас Я просто хотел Вообще Точно так же Я кстати сказал По Японии Я говорю Япония возьмет 8-9 золотых медалей Ты наверное Получи тогда Говорил Они так и взяли 9 золотых медалей В личном первенстве Не все в это верили Но По тому уровню подготовки Которую я видел Во-первых Японцы всегда очень Как бы Они Завуалируют Свои действия И никогда не поймешь Кто проедет на Олимпиаду И в каком состоянии У них примерно 5-6 человек равных И они их накатывают И кого они поставят Неизвестно И очень часто Как бы Лидера прячут То есть Ну Специально Они вот Как бы скрывают Потенциал Своих спортсменов И даже иногда Принижают Для того Чтобы Расслабить Своих соперников Конкурентов А так Конечно Ну Кассири Он их подготовил Потрясающую команду Такой наверное В Японии Никогда не было Не знаю Будет ли еще Когда Такие равные Как Мруяма Там Сказал И тот же Абер В одной из его категорий Кого ставить Не знаешь В 73 Такая же проблема В других В рисовых категориях Ну были там конечно Сладые веса Ну например Там 90 И 100 Килограммов Японцев Так Они как бы Не на лидирующих Позициях Но тем не менее Медали Давайте мы К российской команде Чуть попозже Вернемся А сейчас Хотелось бы Узнать Ваше мнение По поводу того Как Отборолась Мне вот интересно Ваше мнение Как отборолась Команда Косово Всего Команда Косово На Олимпиаде Вообще По всем Видам Спорта Было представлено Шесть спортсменов Четыре Дзюдо Две Золотые Медали Больше Вообще Не было Медалей То есть Шестью Спортсменами Четыре С которыми Дзюдо И две Золотые Медали На ваш взгляд Это Феномен Спортсменов Или какая-то Чудесная Методика Тренировочного Процесса Или что Ну Насчет методики Я немножко Сомневаюсь Честно говоря Но Знаешь Может быть Просто Стечение Обстоятельств Что попалась Вот такая Группа Спортсменов Которые Проявляют Такие Показывают Такие высокие Результаты Кстати Вы знаете Вот есть Такой Замечен Самый Сильный набор Начинающего Трениров Трениров Как правило Содопир Почему Так Не понятно Как правило Из той Группы Вот Видно Самые Самые Лучшие Спортсмены Появляются Потом Поэтому Насчет Косово Ну Там Еще Ходят Разные Подозрения Насчет Как бы И фармакологии Ну Это Не доказано Но Тем не менее Вот Внешне Видно Что Конечно Там Функции Очень высокие И Над функциями Работают Все тренеры Все команды Но Тем не менее Вот Эти девочки Там Кельмеди Там Другая Там Они Как бы Выделяются Но Вот Если это Методика Если это Методика То Я думаю Что На следующей Олимпиаде Они должны Такой же Зутат Показать А если Это просто Стечение Обстоятельств Попались Так Такие Талантливые Люди Как я Говорю Заточенные Под Зюдо Именно Под Зюдо То Да А так Ну Я не верю Что Там Какие Методики Если Была Методика То У Было Больше Людей Когда Есть Методики Вот Как Есть Скажем Это Как Производство Можно Сказать В Японии Вот В Корее У У Именно Производство С детского Возраста Это Борьба Идет Идет Дети Юноши Юниоры И Все Это Накатано Система Проведения Соревнований Система Отбора И так Далее И так Далее Опять же Отбор Талантливых Людей То Да Это А В Косово Я не очень Верю Что Там Есть Такая Система Сама По себе Республика Очень Маленькая Там Не знаю Может быть Наш Областной Город Триста Тысяч Или Сколько Там И Они Вот Такой Результат Показали А Что Вы скажете По поводу Феноменального Ну На мой Взгляд Достижения Карпалика Хотел Услышать Ваше Мнение По поводу Тоже Методика Или Сечения Обстоятельств Это Или Это Феноменальность Самого Спортсмена Его Генетически То есть Человек В одной Весовой Категории Выиграл Олимпийские Игры Перешел В другую Опять Выиграл Олимпийские Игры Подряд Причем Также В разных Весовых Категориях И чемпионом Мира Стал И чемпионом Европы Ну Опять же Все-таки Хочу Сказать Ну Если бы Была Такая Сильная Система То Было Были Два Человека На У нас При отсутствии Денег Нормального Финансирования Мы и то Дали Четыре Участника Олимпиады Хотя Но там Система В Таджикистане Какая Это Народная Достижение Традиция Густиных Национальная Борьба Там С детства Все Борьба Включая Там Ребенок Только Стал На И Он На Ковре Ковыркается Борьба То есть Там Просто Люди Генетически Очень Расположены В борьбе А в Чехии Ну Не знаю Я Например Помню Кропалек Лет Десять Назад У меня Был Интересный Тяж Такой Мы Были На Сборе В Чехии Ну Тогда Кропалек Вообще Еще Ничего Не Поставлял И Бросков У него Не Много Он Кроме Суни Гаёша Ничего Не Делал Он Больше В партере Борется Опять У него Есть Хорошее Качество Он В принципе Не Падает Высокие Длинные Руки Рычаги Он До Тренер У Кого Такой Человек Появился Я Не Буду Приводить Пример Чтобы Не Обижать Никого Если У него Такие Люди Вырастают Чемпионы Мира Призёры Мира Если У него Есть Методика То У него Должны Люди Постоян Пускай Не Кажда Олимпиад Но Постоян А Таких Людей Мало Назвать Но У Нас В России Наверное Может Я бы Назвал Али Кобекузарова Александра Евгеньевича Миллера Но Который Я больше Обязательно Считаю Не как Тренер Как Менеджер Он Умеет Команду Подобрать Обеспечить Тем Условия Он Единственный Тренер У нас Солюзи Может Миллера Которого Первое Второе Третье Места На Олимпиаде И Точно Так же Чемпионата Мира Первое Второе Третье Места То У него Весь Пьедестал По Чемпионату Мира И По Олимпийским Мегам То Это Опять же Тоже Взять Александра Евгеньевич Менеджер Обеспечивали Хорошими Условиями Финансами Давали Людям И Потом Они Собирали Лучших Ребят Со Всего Советского Союза И Точнее Все равно Основано Именно На Таланте Ребят Именно На Таланте Сборная Японии Вы сказали Да Ну Благодаря Тренеру Сборной Японии Кассири Ноя Наверное И Участие Президента Федерации Дзюдо Японии Ямасито Который Возглавил Да Мне кажется Он после Шестнадцатого Года Возглавил Федерацию Дзюдо Японии Вот Этот успех Конечно Ну Все Я так думаю Все-таки Предполагали Что Япония Не оставит Как говорится Не даст шансов Другим странам Тем более После Честно скажем Такого провала Да В шестнадцатом Году Когда Было Очень мало Недали У Японии Ну Шазахара Плохо Отработал Надо сказать Вот Две Олимпиады Подряд Выигрывает Сахиона Сахиона Да Это Тоже Хотелось бы Ваше мнение Ну Это уникально Борис Таких людей Вообще Таких Как Шахиона Все Можно По пальцам Пересчитать Это Скажем Инокомы Тоже Имосита Вот Например Очень Мало Таких Людей Которые Выберут У всех Тринор Сахар Это Жеребьевка Попадает Соберник Проедет А Шахиона Конечно Уникальный Борис Хотя Он позволял Себе Чемпион Азии Японии Проедет И так Далее Но На Курбах Сфонованиях У него Вообще Конечно Психика Вы Заметили Как Он Выходит Но Это Машина Выходит Никаких Эмоций Человек Он Везет В борьбу Я Вообще Ты Когда Нибудь Видел Как Он Улыбается Я Видел Например Кстати Как Видел Где Он На Троировке То Это То То Есть Он Настолько Весь В себе То Есть Он Хорошо Мобилизуется Ну И Конечно У него Хорошая Техника У него Правильная Техника Я Как Инженер Могу Сказать Он Бросает Подхват Вперед И Бросок Назад Задняя Подножка То Соперик Сопротивляется Не хочет Подхват Идет Назад Сопротивляется И Вот Там Ждет Задняя Подножка То Есть Вот Это Правильное Обучение То Надо Всегда Учить Техники Взаимонаправленной То Разные Стороны Вперед Назад Влево Вправо Тогда Эффективность Сразу Возрастает С одним Броском В одну Сторону Выигрывать Крупные Соррования Практически Невозможно Потому Что Все Ученики Все Спортсмены Все Трейеры Конечно Моментально Против Этого Движения Найдут Защиту Найдут Варианты Как Бороться Тактику Борьбы Технику Против Этого Движения Поэтому Конечно Выигрывают Те Спортсмены У которых Броски В разных Направлен Взять Того Жен Нашего Башарева Он Получает Четко Два Движения Либо Вперед Соперик Не хочет Парк Перед Он Делает Бросок Назад Цепляет Еще Сейчас У него Неплохой Бросок Получился Типа Варанаги Выкидывает Здорово Все Ребята Которые Выше Его Здорово Выбрасывали То есть У него Получается Три Приема Спина Зацеп И Бросок Через Грудь И Достаточно Он Оффективно Борется Наверху Надежно Борется Может быть Не всегда Стабильно Как нам бы Хотелось Но тем не менее Когда он Выходит На сорвания Всегда Надеюсь На его результат То есть Он Способен На этот результат Дать Французский Тяжеловес Тедди Рейнер Ну На сегодняшний день Самый Наверное Известный И титуловничий Да Среди всех Задоистов Все Все Ждали От него Третью Золотую Медаль В личном Первенстве И Скорее всего Она Могла бы Быть Но И Ваше Мнение Ну Вот это Движение Там Которые Там Дали Оценку Нашему Бошареву Да Кто-то Считает Что Был Оценку Кто-то Не считает Это Запросок Но Тем не менее Может Это Он Пал Принес В Такой Рамой Схват Это Все Какое-то Преимущество Там Другой Дело Оценивается Оно Не Оценивается Но Тем не менее Тенди Рейнер В этой схватке Особо Ничего не мог Противопоставить Тамерлану Борьба Борьба Была Такая Равная Толкались Сами Бились В общем И Вот Это Движение То Там Получается Тамерлан Подвернулся А Рейнер Решил Брочь Назад И Упал Наспред Это Можно Рассчитывать Как Рисковал Тамерлан Развернулся И Руками Преследовал Это Тоже Оценивать Как Улигин Из Равновес Это Надо Конечно Очень Медленно Разобрать На видео Наверное Сидел Разбиралось И Наверное Приняли Такое Движение Оно Немножко Конечно Очень Сложное Так Собственно На Грань Либо Это Риск Либо Это Все Так Он Развернул И Бросил Но Тем Не Менее Это Был Техническое Действие Единственное За Сватку Поэтому Я Думаю Что Победу Тамерлан Заслуженно Получить То Считаю Что Алина Ну Может Быть Как-то Сать По-русски Зазвездился Это Было Видно Когда Я Скажем Два Года Назад У себя Он Боролся В Париже И Упал От Японцев Вышел Толстый Безобразный Какой-то Вообще Там Вся Франция Приехала На него Смотреть А он Выглядел Ужасно Плохо Двигался Ну Не Готов Он Был К соревнованиям И Это Поражение Может Как раз Заставило Его Немножко Изменить Своё Отношение К тренировками Они Но Он Уже Лучше Он Подсох Опять Стал Тем Риннером Который Был Но Все равно Все-таки Таким Людям Иногда Мешает Это Слишком Явное Преимущество Над соперниками Это Его Расслабление Потому Что Надо Выходить На любого Спортсмена Как На главного Стоя То есть Степ Шаг на шаге Я помню Как я Тому же Рассулу Говорил Рассул Вот Тебя ждет Этот Спортсмен Он Молил Это Учитель Вот Этот Потом Следующий Шаг на шаге На каждого Саперника Настраиваться И не смотреть На него Титул Какой он Новичок Чемпион Каждый Саперник Это Саперник Его Надо Выграть Опять Вернемся К японской Сборной И Ну Потому Что Много Таких Получилось На этой Олимпиаде Достижений У японской Команды В том числе И Два Золота Брат-сестра Такого Мне кажется Не было В истории Еще Дзюдо Чтобы Брат Сестрой На Олимпийских Игр Да Ставили Я думаю Может И не будет И может Даже Больше И не будет Редкий Случай Честно Здесь Генетическая Предрасположенность Какая-то Генетика Или Ну Наверное Раз Из одной Семьи Конечно Там Какая-то Генетика Я не смотрел Их биографию Там Их родители Может быть Родители Или Их родители Их родители Там Дедца Бабушка Борьбой Занимались В принципе В Японии Борьбой Занимались Каждый Второй Во-первых Это Предмет Школьной Программы Как физкультура Поэтому Конечно Занимались Это Генетика Это Талант Понятно Просто Именно В такой Стране Где Так сильно Развит Дзюдо Чтобы из одной семьи Высел на первые роли Это Конечно Уникальный случай Я думаю Что Не будет Такого Я не помню Я был У Алика Бекузора В Осетии Там Он говорил Какое-то Селение Есть Там В одном доме В одной семье Четыре Олимпийских Чемпионов Тоже Как Вот То есть Бывает Генетика Взять Ту же Таймазов У него Там И братья И папа Тренером Работает Вот Пожалуйста Генетика Но Еще раз Говорю Что Это Мое Личное Мнение Что В основном Результаты К сожалению Показывают За счет Природного Таланта Да Есть Методики Да Есть Троировки Они помогают Спортсмену Чуть-чуть Подняться Выше На самом Это Талант Спортсмену Теперь Давайте Мы поговорим О Ваше Мнение По 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 Просто Феноменальное Достижение Три Золото Два Серебра И Бронза 2016 Год Два Золота Плюс Бронза Я сейчас Не помню Статистику Но Опять 2000 Да 2020 Но Токио Олимпийские Гриф Токио Три Бронза То Есть Получается Судя по Графику Идет Такой Регресс Снижение Результата Хотя В принципе И тренерский Штаб И руководство Федерации И Менеджмент Федерации И Там Я думаю Финансирование И Так сказать Камейка Запасных Не уменьшается Популярность Дзюдо Ну Согласно Статистике По крайней мере Сайт Федерации Дзюдо Россия Растет То есть Методика Работает Проводится Много Методических Семинаров И так далее Где Ну Рассказывается Как Куются Чемпионы И Вот сейчас Такой вот Ну Я не назову Это провал Все таки Три медали На Олимпийских Играх Из 13 Спортсменов Взяты Бронзы Да Все ждали Золото И причем Были Кто мог бы Взять Золото Да Ждали Там И от Михаила Игольникова Золото Ждали От Кузютиной Думали Что она Все таки В призы Войдет Вот Ну И настроены Были От Неязалиасов И от того же Башаева В маленьких Весах Было Немножко Труднее Но Вот То есть Были Прецеденты Ваше мнение Вообще Конечно Такой Сложный вопрос Наверное Все знают Мои коллеги И ты тоже Знаешь Что я Очень Критически Отношусь В той системе Подготовки Которая Существует Сейчас В сборной Стране Вот И Если Почитать Сейчас Интернет И прочее Все Очень Много Критики Идет Сейчас В адрес Трельского Состава Сборной Команды Сами Ребята Здесь Не виноваты Они Как бы От них Требуют Работать Так Они Работают То есть Конечно Здесь Очень Важная Правильная Система Подготовки Недостатков Там Я видел Много Я об этом Всегда Открыто Говорил Не стесняюсь Об этом Говорить Но это Конечно Лично Мое Умнение Как Тренер С Большим Опытом Международным Дело В том Что Гамба Когда он Пришел Я помню Как За него Мы голосовали За Иностранного Тренера Был Чемпионат России В Волгограде И там Нам Объявили Что У нас Будет Иностранный Специалист Я могу Сказать Что Все Были Категорически Против Потому Что У нас Такая Страна У нас Борьба Очень Здорово Развитая Поэтому Те результаты Которые Ты Назвал В Лондоне Рио Де Жанель Это Опять Же Не Благодаря Подготовке Я считаю А Вопреки Подготовке То есть У нас Столько Талантов Ребят Которые Всегда Система Работы Господина Габа Вот он Пришел У него Много Конечно И положительных Качеств Во-первых Он добился Того Что Мы Уехали С этой Грязной Базы Неподготовленной К большому Спорту С Подольской Базы Он Создал Хорошие Условия Для тренировок Там В Лады В центре И Карелина Александра Карелина Там Прочие Условия Потрясающий Зал Очень здорово В этом плане Потом Он добился Того Что Он Категорически Только Он Решает Состав Сборной Он Не дает Никому Вмешиваться В тренировочный Процесс Ни одному Российскому Триаре Такого Не позволяли Во-первых Это Территориальная Зависимость Ведомственная Зависимость И так Другие Там Всякие Обстоятельства Которые Не позволяли Российскому Триару Четко Определять Команду Ну кроме Этой Олимпиады Эту Олимпиаду Ответственность Взял на себя Хасам Битау Нет Я Конференцию Не смотрел Федерации Джидок Перед Олимпиадой Гамба По По связи По этому Как онлайн Связи Дистанционке Говорил Что Вот она Назвал Этот состав И он Сказал Что За результат Потом Будем Разговаривать После Олимпиады Но что-то после этого Нету Никаких Его комментариев Все Вину Взял на себя Хасам Битау Хотя Он Исполнитель Именно его Как бы Ну критериев Его Требования По работе Поэтому Я пока От Пятого Гамба Не слышал После Олимпиады Никаких Комментарий Вот Залез Посмотри Эту Конференцию Которая была Перед Олимпиадой Помнишь Там Он Сказал Там Начали Типа Сомневаться Почему Этого Не поставили Я Габулаза Не поставили Этого Он Заявил Все Претензии Все Как бы Будем После Олимпиады Ну вот Пока Ничего Хотя Мне сегодня Сообщили Что Его Утвердили Опять На эту Должность Он Будет Продолжать Работать Хотя Не знаю Как он Опять Дистанционно К сожалению Я знаю Он Сильно Болеет И Дает Рекомендации Требования Из Из Италии По Телефон И По Связи Дистанционной В таком плане Какие Я вижу Там В основном Недостатки А Ну вот Если Продолжить Еще Качество Которое Принес Как Европеец Он Создал Хороший Коллектив Все Наши Главные Тренеры Раньше Были Это Диктаторы Авторитаризм А он Как Европейский Человек Он Гораздо Легче Общался С Ребятами Я знаю Что Они Все Его Любят Они Прям За Его Горой Потом Он Наверное Как Педагог Психолог В этом Плане Силен То Убедит Ребят Что Он Все Ром Самый Лучший Всех То Они Ехали На Олимпиаду Они Знали Что Мы Готовы Победить Всех Там Как У них Тень Сомнений Он Убирал Убеждал И в том Что Сильнее Исаева Там Нет Или Еще Кого То В этом Пламе Он Молодец Ничего Не Скажешь Потом Не Зная Благодаря Ему Или Как Другие Возможности Столько Делег Сколько Сейчас У нас В Российском Убедове У нас Не Было Никогда Вот И Это Конечно Сыграло Свою роль То То Количество Участников На сборах Увеличилось Можно Было Больше Приглашать Для Розда Спортсменов Вот И Бывает Что Человек Вызывается Сбор Но Он Мормально Питается У него Дома Даже Может быть Нет Таких Возможно Хорошо Кушать В этом Плане Гамба Потребовала Такие Условия Эти Условия Были Выполнены И Слава Богу Слава Богу А так Если По Отношению Троировки То Что Он Сделал Ну Во-первых Почему Я вижу Эти Ошибки Потому Что Гамба Не имеет Никакого Образования У него Ни Специального Педагогического Физикультурного Образования Я не знаю Как так Получилось Но По нашим Законам По законам Спорткомитета Не имеет Права Человек Работает Со сборной Командой Для Специального Образования Ну Вот Сделали Исключение Таким Вот Образованием И Поэтому Я считаю Отсюда Идут Ошибки Это Прежде Чего Конечно Отсутствие Аэробной Работы Вот Если Человек Где-то Бегает Он Вообще Со Сбора Он Но Мы же Учились В институтах Физикультуры И знаем Что Орогная Работа Это Лучший Росстановитель После Любых Нагрот Во-первых После Двух Минут Гликолизной Работы Начинается Орогная Работа И Поэтому Уже И вот Я сколько Комментарий Слышал По телевидению Когда Наш Российский Комментарий Комментатор Ну Как же Так Две Минуты Борется И потом Все У нас Спортсмен Сдоровится Это Как раз Недостаток Того Что У нас Отсутствует Орогная Работа И вот Это Жена Пришла Второй Момент Второй Момент Это Конечно Его Пристрастие К Железу Ну Он Так Любит Железу Что Ну Это Бывает Когда Абсюду Доходит Потому Что Я знаю Я не буду Называть Фамилии Потому Что Любая Фамилия Произнесенная Здесь Это Потом Проблема Для этого Человека С сборной Либо Тренера Либо Самому Спортсмену Например Я думаю Знал Такие Случаи Когда За 2 дня До старта Они Сажали Ребят Под Железом Ну Как Это Может Я Это Не Понимаю Во Первых Штанга Она Должна Должна Даваться В определенное Время Работать В подготовительный Период Или Сорновательный Период Когда Подлодка Идет Сорнованием Нельзя Давать Железом Во-первых Все же Это знают Ты учился В институте Знают Что Железо Это Антагониз Скорости Прежде всего Антагониз Чувствительности Ты теряешь Чувствительность Это Идет Вес Набирается Вес Мышцы Тяжелее Чем Жег Ты Закачиваешь Мышлю У тебя И многие Спортсмены Приходят В эту Нашу Команду Они Многие Выскакивают Из своих Весовых Категорий И Очень Очень Много Гоняют Например Те же Легковес Они В 60 Килограмм Под 7-8 Килограмм Гоняют Посмотри На того же Яга Ясно Что Он К этой Олимпиаде Готовился А Следующая Олимпиада Он Даже Может Не В 66 Будет В 73 Уже Информация Что Он Уже Вроде Переходит В 66 А Там Да Как Он 66 Я Думаю Что Он В 73 Будет Бороться Он Уже За 70 Весит Ну Представьте Он Худой Ему Там Гонять Некуда В этом плане Потом Следующий Момент Какой Вот Еще Я Наблюдал Во Первых Я Категорически Против Такого Количества Зборов Понимаешь Это Как Тюрьма Представляешь У тебя Семья Ну Ты Общаешься Тоже С Разными Странами Там Строярин Ты Видел Такую Систему Подготовки У кого Такая Система Есть 300 Днев Год У нас В мире Есть Такая Еще Кроме Нас Ну Эту Систему Не Совсем Я Так Понимаю Гамбо Я Вот Недавно Смотрел Репортаж Документальный Фильм О Сборной Команде Советского Союза По Хоккею Когда Ее Тренировал Еще Тихонов Террина Он Тоже Делал Такой Практически Тюремный Режим В плане Тренировок И Сборов То есть Спортсмены Не могли Никуда Выйти Такая Методика Была Использована В Советском Союзе Ну Использовалась Да Но Она же Не всегда Так Создравлять В современных Условиях Вот Ну Возьми Тоже НХЛ Чего Они Сидят Так На На сборах У них семьи Есть У них дома Есть И прочее Есть определенные Периоды Троировок А так Они Наигрывают Приезжают На троировку Но нет Таких Сборов Что Тебя Запрели Я же Знаю Спортсмерам Вначале Это нравилось А потом Мне ребята Встречаешь С сборником Он говорит Вадим Ликолаевич Приезжаешь На сборы И уже Думаешь Как бы Быстрее Он закончился Чтобы Домой Хоть Сидить На 3-5 Дни Потому Что 5 лет Ребята Сидели Вот Понимаешь Вот Появилась Система Международных Лагерей Я вот Лично Своего Первого Олимпийского Призера Готовил Именно По этой Схеме Тогда Еще Не все Может быть Понимали Что Это Значит Любого Спортсмена Тренера Спроси Чего Ему Не хватает Дома Я тебе Сразу Скажу Спарринга Достойного Спарринга Все Остальное У тебя Есть Семья Тренер Зал Спарринги И прочее Но вот Хорошего Спарринга Не хватает Поэтому Раз в месяц Можно поехать Куда-нибудь Побороться В лагерей Сейчас Очень много Стало Они стали Популярны Где собираются Все ведущие Джудаисты Мира И они там Между собой Спаррингуются Ищут Слабые Какие-то Ну Стороны Соперника У себя Находят Свои недостатки Приехал Домой Подлечился Отдохнул Все Опять В родной Атмосфере С друзьями И так далее Вот по этой схеме Например А вот Почему Например Сборная У нас В 8-м году Провалилась Вот я Саламу Межиду Спрашиваю Семьдесят Килл Соперник Рассова Бакинга Я говорю Салам Сколько у тебя было Лагерей До Олимпийских игр Он говорит Два Ну Тебя Значит Ну Порядка Восемьдесят Там От силы Сто Схваток Из Набрал А я Первый месяц Перед Олимпиадой В 8-м году У меня было Шесть лагерей Утром Десять схваток Вечером Десять схваток То есть За день Двадцать схваток С ведущими Спортсменами Где ты Такой еще Опыт наберешь Вот все Что достаточно Спортсменам Вот взять Того же Игольникова Себон Дома Тренировался Жанника Нагучева Ему больше Ничего не нужно Вот он До сборной Был ярким Сильным Спортсменом В результате Какой Посадили На 300 дней Еще травму получил Вот кстати Это тоже Как бы Издержка Железной подготовки Вот эти ткачки Это как раз Высокое Ну очень много травм Потому что Человек закачивается Он теряет Вот эту пластичность Реакцию И очень много травм И если взять Это кстати Тоже один из Больших недостатков Это все знают Кстати Тренеры Которые Там крутятся Спортсмены Очень высокий Процент травматизма Сборной команды Ты сам То есть Вот у нас Каждая олимпийская команда Почти полностью новая Во многих странах Кто взять Того же Кропарик Вот он Вторую олимпиаду Отборится Он наверное Третью отборится Или Риннер Вот у него уже Четвертая олимпиада Сохраняет А у нас Из-за того Что Ну я как говорю Считаю Все-таки Это железа Очень много Отсюда идет все травмы Я знаю Одного тренера Тренер Спортсмена И тренера Он прям плачет Говорит Николаевич Приезжает на сбор А он как Загрузит железом Там травма Тут травма Тут надрывы Приезжает домой Я лечу Опять ему там Звонят Приезжает на сбор А опять его там Ломают Но это вот Не буду называть Опять тренеров Это вот Вот такая вот система То есть Я в принципе Ну ты наверное Тоже можешь сказать Вот я например К сожалению Очень редко вижу Того спортсмена Который пришел В эту команду Который прибавил Они все Как-то Сдуваются Они их как бы Всех делают Под одну гребенку Вот И взять Ну вот помнишь У Алик уже Пришел И сам Когда он пришел Красавец Он всех убивал И через два года Какой он стал Я приехал на сбор С ним Как смотрю Вообще бросков нет Взять Мишу Иголенькую Какой он был До сборной Какой он стал сборной Он временами Как-то иногда Там Сверкнет А уже такой Стабильной Яркой борьбы Какой у него было Раньше Когда он по юношам По юниорам Борался Уже нет И таких спортсменов Очень много Назоват Которые приходят Команду А они потом Там как-то Бледнеть Я могу сказать Того же Алика Бекузарова Он прямо Прямо Спрашивает Тренера сборной Говорит Ну что вы с ребятами Делаете Я же вам отдаю Классного парня И потом он Какой становится Это вот Можем там Сослаться На Алика Бекузарова Что вы с ними Делаете Что они вообще Перестают бороться Он уже даже Не знает Как возмущаться Не плакать Ничего Вот он уже Как бы Поэтому вот Он пошел По другому пути У него сейчас На этой Олимпиаде Боролись Спортсмены За пять разных стран Потому что Он уже Вынужден Своих некоторых Причем не лучших людей Он отдает Другие страны Потому что Лучшие в сборной борются А остальные Второстепенные Ребята там Борются За Армению За Азербайджан Дворяя борются За Киргизию Дворяя борются За Грецию У него борются Чем еще Забыто Какую страну Ну в общем Пять стран И плюс Россия То есть Это вот Как раз Вот Та проблема Которая существует У нас тоже Ну и Самая главная Тренер Конечно Самая главная Ошибка Одна из главных Это конечно Вообще Запрещают Общаться Личному тренеру Спортсмену Вот я отдал Человеку Сборную Страновую Все Шлагбаум Я не имею Права С ним общаться Я не имею Права Приезжать на Странование Они запрещают Приезжать на Странование И говорят Что Вы нам Мешаете Спортсменам Готовить Странование Ну как это Так Это все равно Что Ребенка Оторвать От родителей Да Конечно Тренер Может Что-то Предлагать Но Может быть Опыта Не хватает Но все равно Многие вещи Недостатки И плюсы Своего Ученика Знает Лучше Не Ну Стрибун Болеют Рома Стрибун Тот же Набучев Тот же Абуладзе Отец Рома Я это могу сказать Запретили Приезжать Потом Даже Надо В школу Звонят Почему В Астре Туда Приезжали Запрещают Да Абуладзе Джон Бер Кричит Там Джаник Кричит Ну Джаник Вот Трещат Да Ну Закрывают Глаза Трегля Потому что Все-таки У них Ребята Сейчас Можем сказать Ведущие В своих Северных Треглях Ну а как Понять Например Исаев Мансуров Олимпийские Игры Александр Евгений Заходит В зал А его Огоняют Из зал Александр Евгений Извините Здесь Мы Работаем Мы Вот Туда На Трибуны Это Что Такое Али Кобекузар В зал Не пускают Ну Как это Нарушить Такую Связь Это же Просто Реально Вот Смотрите По Данным Которые Есть На Официальном Сайте Федерации Зюду России Вообще Я так Понял Что Состав Тренерский Состав 109 Человек Тренерский Состав Ну я Посмотрел Вроде Именно Взрослый Не Не Все Там Молодежь Там И Кадеты И так Далее Именно Взрослый Составляет 31 Человек Из них Пять Иностранных Специалистов В принципе Я думаю Что Не Каждая Страна В мире Может Похвастаться Таким Количеством Специалистов И Достаточно Опытные В прошлом Спортсмены Взять Ну Там Ближайш Там Хасан Битау Виталий Макаров Дмитрий Морозов Кто Там Еще В тренерском В основном Работают Тренеры Которые Как правило Ни одного Дня Не работали Тренером Ну Как Это Так У них Нет Опыта Есть Такой Синдром Молодого Тренера Разрывается Помнишь Мы с тобой Сармова Разговариваем Когда Приходит Молодой Тренер Он Начинает Показывать То Что Он Умеет Не То Что Он Уже Спортсмен Сборная Команды Это Уже Индивидуальности Их Подшлифовать Что-то Добавить Именно К тому Что Есть Вы Видели Вот За эти Три Олимпиады 12 16 20 Я Просто Это Не Отследил Реально Ли Были Такие Серьезные Изменения В Технике И Тактике Дзюдоистов До И После Попадания Ну Хотя Вот Вы Правильно Заметили Что Я Посмотрел Допустим Поединки Михаила Игольникова Они Стали Очень Прямолинейные Прямолинейные Такие Прямо Опасливые Не знаю С чем Это Было Связано То Ли С тем Что Это Была Первая Олимпиада И Он Какой-то Мандраж Испытывал Хотя В принципе Опытный Парень Ты Понимаешь Может Следствие Как раз Вот Этой Трехсот Дневной Подготовки У него Кураж Пропал У трасси Как он Боролся Он Борьбил Кайф А сейчас Вылез из-под Какого-то Груза Вагон Разгружал И его Заставили Бороться У него Не было Этого Огня Который Был Раньше У него Я Увидел Этого Триста Дни Этой Работы Она Тюрьма Ты В тюрьме Держали Иди Подыши Кислородом Погуляй Вот Он Примерно Так Жил Они Почти Все Сейчас В принципе Наверное Более-менее Из спортсменов Мне понравился Может быть Тоже Тамерлан Вот он Ровно Боролся У него Не было Глаз Потокших Вот он Все-таки Боролся С удовольствием А все Остальные Не очень-то Не я Там Например Он бился Он как мужик Бился А другие Вообще Пустые И Опять же Все плывут После двух-трех Минут Все плывут Вот мои коллеги Из других стран Там тренеры говорят Николаевич Да с россиянами Сейчас легко С тобой бороться Две-три минуты Потерпи А потом Он сдохнет А ты чего Это нормально Считай Мне например Стыдно Когда мне Говорят О моих спортсменах Из моей России Что вот Так вот Они подготовлены Я когда учился Выше школе тренера В отрезе У меня тоже Чумаков Свящев Говорили Володе Если В тренировочном процессе Например Больше Десяти процентов Травмы Значит Тренировочный процесс Неправильно А у нас Ты же знаешь Почти вся сборная команда Прооперирована Первые номера Точно почти все И Исаев И Денисов И Голстян На Олимпиаду Поехал После операции И Нифонтов Поехал На Олимпиаду После операции Это что такое Вот я работаю Тренером Сколько лет Там уже С 71 года 50 лет У меня Если там Вот Пять травм За все эти годы Есть Таких серьезных Успортсменов Да Не больше Вот любые мои ученики Если кто сейчас Посмотрит эту передачу Они подтвердят Ну это Леха Котов У меня не оперировался Паша Попов Не оперировался Вот Ну Там Петя Коковкин Да Он там Кресты порвал Да И то он порвал И без меня Вот там Когда у меня не было Куда-то полез Куда не надо Там А это Других что-то И не вспомни Там Которые у меня Расов Баке Не было травм Никаких Ни одной операции Не было Карманус Упериум В 90-х Тоже ни одной Операции Не было Треновские Там На высоком уровне Работа Вот Это все Зависит От тренировочного Процесса Как ты Человек Подводишь Как работаешь Можете ли вы Сейчас сказать Какие-то Вот такие Ключевые Моменты Вот этого Ну так назовем Спада Или это просто Общие Ну или Или это можно Назвать так Ну как бы Бывает Белая полоса Черная полоса Да Нельзя все Все время Быть в топе И японцы Дали сбой На одной Олимпиаде Вот Хотя в принципе И были у них И серебряные Медали Там и бронзовые Или это Просто какие-то Вот вы можете Сказать Какие-то сейчас Точки Которые Привели Я понял Если есть методика Ну помните Мы с вами Говорили Если есть методика То она должна Вы говорите Она должна Работать все время Вот И все И тем более Производство Камейка запущена Тем более Если есть Достаточное количество Так называемых Запасных частей Ну то есть Скамейка Огромное у страны Рок Вот О чем как раз Ты говоришь То есть Ну вот это Как бы методические Ошибки Там То что я говорил Там Станга Сбор Вот эти Отсутствие Личных тренеров Там И так далее Это Ну как бы На совести Гамбы Тогда получается Результат 12-го года 16-го Это что Это Задел Прошлых лет В основном Да Особенно Лондон Особенно Лондон Это Предыдущая Работа в тренеру Потому что Вот Любой спортсмен Который попадает Скажем Сбор Мэл По себе Могу сказать Знаю Как своих ребят Готовил 2-3 года Ром Выходит Приходит Мастер спорта Там Или ты подготовил Мастера спорта Чтобы вывести его На мировой уровень Ну лично для меня Нужно 2-3 года То есть Вот этот Предыдущий Олимпийский цикл Били перед Гамбой Это как раз Наработки Тех тренеров Которые До него Работали Вот И тогда еще Чемпионат России Они боролись Это опять же Один из главных Недостатков Это отсутствие Чемпионата России Но об этом Говорят многие Ну Ром Он сборную команды Должен комплектовать По результатам Чемпионата России А он уже сам Себе скомплектовал Команду И он туда Больше никого не берет Вот он У него есть Определенный состав И выиграл Ты чемпионат России И не выиграл Ну во-первых Человек Десять Он не допускает На чемпионат России Основных Ну как это так Вот ты сам знаешь Во многих видах спорта Главный критерий Особенно Перед Олимпиадой Наши Вольный борьбе Греко-ориимский Там Проводьте чемпионат России Кто выиграл Тот едет на Олимпиаду Все Единственный критерий Ром Ну это же опять же смешно Зрители может быть Не все знают Там любители борьбы Не знают Он запрещал бороться В нашем спортсмене Между собой Они монетку бросали Вот борются за медаль Или там где-то Они Между собой Россияними боролись Они бросают монетку Кто должен проиграть Но это же что такое Это спорт или что Я должен выяснить Кто из нас сильнее Он запрещал Сильную сборную России Между собой бороться А так вот То что ты пошел к тему Там вот Результат был Ром То количество людей Которые есть в России Весь Кавказ И вообще Вся Россия Столько талантов У нас в борьбе Это просто потрясающе Просто потрясающе Почему у нас может быть Спорт пошел Потому что вот Эти иностранные специалисты Вмешались Потому что Это своеобразная борьба Все Кавказцы Это плотная борьба Захваты плотные Прочие все А эти приверживницы Итальянцы Французы Которые сейчас у нас Они приверживаются Опять же Классической борьбе Потому что Это вырос Салюту в эту рамку В классику А что из нее сделать Очень тяжело Оттуда бороться А мы боролись Корпус Захват Соберли Согнуть Вниз поставить Его Вот Я не могу назвать Ни одного тренера Которая Скажем Приехала к нам В Советский Совет Кормянам Грузинам Приезжали Казахам Вот всех Кого Ставили туда Иностранцев Их через какое-то время Выгоняли Ну взять Того же Азербайджана Башуренко Но ни одного дня Не работал тренером Ну и посмотрите Команда Азербайджана Она одно время Была Вообще Чуть ли не первым номером Даже японцев Обыгрывала А сейчас Ни одной медаль На прошлой Олимпиаде Две медали Было Сейчас Ни одной медаль С треском Выгнали Ни одной медаль У женщины А ну это Кукраин Кензерская Ирина Она Молодец Но она опытная Девчонка Она еще В Лондоне Боролась Ну это тоже Получается Ее результат Это результат Подготовки Не конкретно Азербайджанской команды А ее природа И природа И предыдущих тренеров Которые еще С Украины Да Того опыта Который у нее Был А так-то Ребята Такие ребята Потрясающие Или взять Например Сейчас Узбекистан Я знаю У них план был Два золота Серебро И бронз А Ирина Тоже любитель Штанги Есть что Вот один Бабонов А где Болтабаев Как-то вспомню Их там Два года Назад Как они В Токио Боролись Узбеки Вообще Вся команда Классно Боролась Ровно И сейчас Какие То есть Вот это вот Железо Оно Пользы Не приносит Есть определенные Периоды Которые Надо подкачаться Я тоже Это делаю Там Есть скоростно-силовая Работа Которая Железом Дают Нагрузки Но она Должна Делаться За определенный Период До старта До соревнований А иначе Она Только во время Будет Вот я считаю Что Вот это Вмешательство В то Какой тебе Спасмен Пришел Не надо Его ломать Это бесполезно Получается Он и свое Забудет И нового Не освоит Вот это Я думаю Что это Главное Недостаток Сейчас Нашей команды Потому что Они Вот проводят Семинары Это Видно Классическое Дзюдо Но наша Наша борьба В Советском Союзе Славилась Чем Возьми Грузину Кадал Если Какой-то Самобытностью Да Если Грузин Японцы До сих пор Бодятся Этого захвата Я вот Перед Олимпиадой Был Там 20 дней Мы Через чемпионата Мира Готовились Там Японии Вот сборники Еще как-то Стараются Что-то Они изучают Эти наши Захваты А на периферии Вот эти Японцы Там Другие Ну как бы Они вообще Когда берешь Эти захваты Глазах ужас Он не знает Что с ним делать В этом плане Мне кажется Вот как раз Таким Ягу Абулаца Один из тех Представителей Вот он Выиграл чемпионат Вот такой Неординарной Самобытной Борьбы Как будто Была такая Она самобытная Она не Выходит Из Устоявшихся Тактики Понимаете И поэтому И техники Да И техника Техника То есть такая Поэтому Ему Как бы Удалось Ну и смотри Как он И флонцев И корейцев Всех проверял А сейчас Опять же Вот явление Ягу Абулаца Это опять же Какое Как же Так же Таймазова Они в сборную Попали недавно Их не успели Переучить Ром Их не успели Переучить Под те Критерии Которые требуют Гамбур И ты сам Заметь Вот Махмадбеков Да Вот этот Махмадбек Выиграл В Казани Он вообще В сборной Там не был Он его взяли Поставили Там как Из юниорской Команды Он взял И выиграл Большой член Чапанов Там сейчас У них тоже Появился парень То есть Молодые ребята Которые Не загружены Вот этой системой Два-три года Они там посидят Станут такими Потому что Нельзя В сборной Команды Спортсмены Переучивать Это вот Как алмаз Тебе пришел И твоя задача Как хорошего Ювелира Сделать Хорошую Грамотную Грамм Тактику Подправить Может быть Чуть-чуть Технику Подправить Но Переучивать Его нельзя В сборной Команды А они же Что делают Смотри Они ездят Они же сейчас Получается Вот Как бы Можно сказать Ну даже Наверное Влияют На все Джидо В России Они вот Проводят Эти семинары И заставляют Вот так Работать Ну У меня Тогда Возникает Вопрос Вот сейчас Семинар В Казани Идет Чему они Учат Он будет В Майкопе Еще Семинар Я иногда Поеду Губи Сейчас мне Звонил Гарипов Говорит Ну Николаевич Вот Толя Ларюков Провел Семинар Перед ними Четко Конкретика То что нам Нужно А сейчас То что они Проводят Тогда у меня Вопрос возникает Вот смотрите В составе Сборной команды Тренерский Состав Но мы Господина Гамбу Убираем Потому что Он менеджер Уже Второй Олимпийский Но без него Ничего не делается Рома Но есть Тренера Которые работают На татами И мы знаем Что сейчас Такая Я так Знаю Что распределение Идет Определенные Несколько спортсменов Именно Конкретно Закреплены За таким-то Тренером И так далее У нас Так всегда Так было Так все Тренера В сборной Хасам Витаов Сергей Космынин Гудин Макаров Морозов Они все Выходцы Из той Самобытной Российской Советской Школы Получается Они сейчас Все от нее Отказались Так получается Они отказываются От нее А в чью Году Нет Ром Что значит Ну есть Менеджер Есть Саветский Он четко Требует Надо вот это Вот это Делать Если ты у него С ним в команде Работаешь Ну ты же не сможешь Делать что-то свое Владимир Николаевич Сейчас хочется вернуться К первому Пункту Нет К первому Вообще в истории Олимпийских игр В программе Дзюдо Командному Командному Турниру Это впервые На ваш взгляд Вот такая Программа Интересна Вот как вам показалось Вы смотрели Нет Ну Я всегда Как бы Стрепетом Отношусь Командно Страрнования Они гораздо Ярче По эмоциям По впечатлениям Чем личным Страрнования То есть Это Каждое твое выступление Зависит Для общей команды Там Другой уровень Возбуждения Напряжение Твою нервную То есть Это потрясающе Вот это Настоящий спорт И команда Если ты помнишь У меня был Такой частный клуб Выбил Я первый Кстати Тогда в Москве Проводил Вот эти смешанные Страрнования Девочки Боролись Мальчики Боролись Это вот В Москве Я точно помню Это были первые Страрнования Когда я так Ну проводил Причем Я проводил Даже У меня и взрослые Были И юноши Были То есть Даже разные возраста Были Вот И ко мне Приезжал Шатаха Боролись Со своей Сборной командой Грузии Боролись Очень интересный Турнет Был К сожалению Потом Я ушел Из этого Круга И все Загнулось Очень интересная Система Очень правильная И В итоге Опять же Личная Медаль Для любого Спортсмена Немцы Не взяли Медали Лично Приехали У них Было Там У них Был 90 Кг Встроили 90 Да У них Медаль Была Ну так В принципе Я бы не сказал Что они Очень здорово Выступили Но тем не менее Они выиграли Вся эта команда Выиграли Медали В командных Сраван Вот тот же Славка Тикич Мой друг Они Бронзов Они Бронзов Они У нас Забышь У нас Израиль Нет Израиль Они Выиграли Уитальянцев Ну То есть Это праздник Вот Я говорю Славка Тикич Гамбург Вот у него Парни 80 Один Коваром Рессель Вон Приехал С медалью Это же Классно Было Там Что там Было Вот И опять Если бы Жеребьевка Была Была И там Скажем Наши встречались Я не помню Первая с кем Команда Была Какая-то Если бы С немцами Встретились Я думаю Наши бы Еще даже Утешение Жеребьевка А он Команда Не была Готова К этому Золоту Потому что Она вышла В финал С японцами А японцы Выставили Всех Чемпионов Практически Своих Всех Медалистов Они выступили И Он Проигрывает Кто там Еще То есть Практически Команда Была Лидеры Проиграли Да Лидеры Проиграли На ваш взгляд Это Тактика Японцев Просто Подари Подарили Потому что В Париже Будут Олимпийские Игры Мотивация Была Я знаю Спортсменов Но Спортсмен Никогда Не хочет Просто Так Проиграть Но Это Просто Невозможно Любой Лидер Он Всегда Остается Лидером Просто Так Не отдаст Сватки Другое Дело Что Знаешь В командных Сронах Бывает Так Покатило Баскетбол Футбол Волейбол Помнишь Как Наши Бразилии Разорвали В Рио Дежавер Когда Проигрывали 2-0 И Потом Три Сета Подряд Выиграл То есть Пошла Игра А те Собраться Не могут И точно Так же У Японцев Во-первых Вот эти Титулы У них Психологический Спад Пошел Потому что Он Готовился К Олимпийским Игра Он Выиграл Эту Медаль Но Я еще Говорю Нельзя Зинеть Там Наверху Постоянно У них Немножко Упал Настрой Мотивация Упала Мотивация Настрой На победу Он У них Ниже Стал И Потом Когда Раз Проиграли Раз Проиграли И Тут Уже Надо Собраться Они Собраться Не Могут Наоборот Стресс Увеличивается И он Приводит К тому Что Команда Просто Разваливается Что И получилось А у Французов Наоборот Тут Получилось Тут Получилось Они Все Больше В себя Верят И Это Молодцы Это Было Показательно Как Можно В спорте И Как Нужно В спорте Себя Настраивать На победу Зная Что Перед Тобой Первые Номера В мире Олимпийский Чемпион Ты Доказал Что В них Можно Выиграть Именно За счет Этого Желания Что Ты Хочешь Выиграть Эту Медаль То Чего У нас Не Тогда У меня Вопрос Выходит За Бронзовую Медаль Две Команды Израильская Команда Где Были Фавориты На Медали 81 Килограмм 100 Килограмм 81 Килограмм Орс Асон В Тяж Нет Но По Крайней Мере 81 И Килограмм Это Был Саги Муги И Петер Пальчик Кстати Выходец Из Советского Союза Так Назовем Да Он Из Крыма Вот И Живет В Израиле С детских Времен Тренируется Там То Есть У Них Были Явно Конциденты В личном Получить Медали Но Где То Что То Пошло Не Так И В То же Время Команда Российская Где Есть Медали Но Где Есть Претензия Все Так Взять Все Так Команды Потому Что И Руководство Федерации Дзюдо России И ЭЦЁ Гамба И Дрейский Штаб Говорит Что Мы Команда И Вот Этот Дух Команды Не Был И Его Получается Не Был То 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 Духа Команды Не Был Во Первых Ну Смотри Скажем Четыре Дня Подают Ни одной Медали Ну Какая Атмосфера Психологическая Состоянная Когда В сборную Команды 60 Пусто 66 Пусто 73 Пусто 81 Пусто 90 Пусто И То Что Мы Уже С тобой Говорили Ну Они Пустые Были Но Наша Команда Не Горела Вот Как Французы Не Горели Как Израиль Команда Они Не Горели Они Вышли На Кураже Они Готовы Да Он Может Проиграть Но Он Выйдет Бьется А Наши Ж Ну Не Бало Такого Желания Биться До Конца Знаешь Как Нету Капитана В команде Получается Не В Капитане Даже Дел А В Чем Ну Понимаешь Может И в Капитане Тоже Дел Чтобы Завести Но Иногда Это Тоже И у Капитана Не Получается Просто Это Надо Поймать Да Я Буду Требовать А Он Не Хочет Как Я Застав Бороться Если Ты Как Ты Будешь Говорить Да Я Буду Стараться Да А Ты Внутри Пустой Ром Ты Внутри Пустой Это Все равно Что Машина Не Заправлена Бензином А Тебя Заставляют Газовать Ты Стоять Будешь На Месте Наша Команда Она И на Психологические Была Пустая Она И на Олимпиаде Была Пустая Но Это Опять же Результат Вот Этих Я Считаю Трешет Дневных Сборов Рома Пять Лет По Триста Дней Не видя Ни семью Ни друзей Ни детей Понимаешь Ты срок отсидел Пять лет Ты отсидел Срок А эти же люди Все Все европейцы Немцев Возьми Ты знаешь В Израиле Ты тоже Часто Бываешь Ты знаешь Как они Тренируются Он приезжает На тренировку Из дома Из квартиры Приехал Потренировался Не надо Ему сидеть Триста Дней В году На сбор Еще раз Говорю Спортсмену Не хватает Только одного Спарринга Ходишь С кем-то Проверить Свою подготовку Поехал Лагерь Отборался Проверил Своё состояние Все Приехал Домой Опять Среди Друзей Среди Семьи У тебя Психологический Настрой Уровень Совсем Другой Я Например Работал Таджики Ко мне Приезжали В Москву Тренироваться Я потом Специально Все лето Ездил К ним Чтобы Они Побыли Семьей Потому Город Москва Тяжелый Когда Раслут Из деревни И попадает Такой город Сумасшедший Конечно Ему тяжело Да Хорошо Что мы Два раза Тренироваемся День Утром Вечером Это одно А так Конечно Тяжело Это Отвлекало Что Он Два раза Тренировался Утром Вечером Мы Тренировались А потом Я Всегда Летом Уезжал К ним Чтобы Он Побыл Семьи С мамой С папой С друзьями Пообщался И В этом План Конечно У меня Ребята Психологически Были Раз Вы Начали Говорить Сейчас О Рассуде Баке О Таджикистане Давайте Немножечко Ваше Мнение О Выступлении Сборной Таджикистана Значит Команда Была Представлена Четырьмя Четыре Лицензии Это больше Чего Многих Европейцев Да Ну Ваш Комментарий Выступление И Среди Них Три Ваших Ученика Которые В разные Годы В разное В разное Время Ну А Один Продолжает Да Я так понял Это Акмал Да 80 Ну Акмал 80 Килограмм Но Акмал Так Стоит Не Самый Лучший Давайте Вот Сделайте Такой Ваш Анализ Понимаешь Ром Что Мне Там Нравится В Таджикистане Настолько Талантливые Ребята Есть Ну Просто Потрясающе Знаешь У тебя Буквально Приходишь Слюнитику Это Просто Сказка То есть Ну Люди Столетиями Там Не одно Столетие У них Вот Это Агустин Они Все Борются Там Ну Потрясающе Было Просто У них Нету День Правда Вот Я Ездил На соревнования За счет Его родственников И он Ездил Государство Нам Федерация Не помогала И при этом Люди Отобрались Четыре Человека На Олимпиаду Если бы Еще Они 60 Килограмм Обратили Немали Напарь У нас Была Пятая Путевка Вот Соседи Там Все Подняли Мормальную Работу Вот Я Когда Начинал С Расовым Бакиневым Немата Масранковым Я Выигрывал На Чемпионате Азии У Казахов У Узбеков У У меня На Чемпионате Разве Два Финалиста Расовым Немат А у Казахов Одна Медаль У Узбеков Одна Медаль Я У них Выигрывал Но Потом Они После Олимпиады Восьмого Года Они Приложили Усилия Государствам Дали Деньги Прям Президент Сказал Вот Там Металлургическому Кабинату Вы Становитесь Спонсорами Федерации Узбекистана У них Смета 5-6 Миллионов Доллар О чем Говорить Они Ездят Куда Хотят И Когда Хотят А я Сижу Дома С Ребятами И Понимаю Что Как Готовиться И Вот Только За счет Таланта Природного Таланта Ребята Показывают Результат Причем Например 73 Килограмма Два Человека Саман Махмат Беков И Бехрус Хачазадар Но Я Считаю Что Хачазадар Более Интересно Более Разнообразно Саман Еще Молодой Не знаю Как Саман Это Он Чемпион Мир По молодежи Да Вот Я Был Очень Интересно Два Хороших Парня 60 Килограмм У меня Два Брата Куватов Один Молодой 2002 Это Вообще Сказка Просто Сказка Я Таких Людей Очень Редко Встречаю Хорошо Обучается Дерзкий Куражистый Такой Просто Потрясающий Ну и что Ну Вот не знаю Я вот В принципе Я всем Официально Объявусь Что я С Таджикистаном Завязываю Работу Потому что Ну бесполезно Без государственной Поддержки Только Тратить свои Нервы Нервы Спортсменам Вот так Вот Ну просто Попасть на Олимпиаду Для того Чтобы на Олимпиаде Показать результат Нужно прийти Туда Вот как мы С Расулом Имеет за плечами 400 500 схваток А у них У каждого Только турниры В лагеря Почти не ездят Где они Наберут Этого пота А чтобы туда На мировую арену Выйти Надо За Олну Поддержаться За Инмера Поддержаться Вот тот же Тяжеловес Шакар Минавамаду Мы приехали В Париз В лагерь Тушишвили Четыре схватки Подряд С ним борются Вышел Какой-то таджик И лупит Лупит Этого чемпиона мира Тот никак Не может понять Что происходит А если бы У Шакара Опыт был такой А вот возьми Опять Вот Шакару Не дали ни одной поездки От государства Не дали ни одной поездки Вот он на Олимпиаду Не попал Да еще и потом Травму получил Сейчас вот он Вчера или позавчера Должен операцию Здесь в Москве Делал Интересный тяж Кропарик от него Не отходит Он понимает Что появился парень Который может Дать ему боль Неизвестный тажику Как за которого За спиной Он призер Азиатских игр Хотя азиатские игры Тоже Это хороший уровень Вот он Брозовую медаль Получил Все четыре медали Которые таджики Получили на азиатских игр Это мои воспитанники И опять же тоже чиновники Они меня страшно не любят За мои Но вы не были на Олимпийских играх Ну Ну а как объяснить В Токио Ну не был Потому что вот Вот такое отношение Ко мне чиновников Я им дал все медали Которые есть на джидо Олимпийские игры Чемпионаты мира 16 медалей на Кубках мира 7 медалей на чемпионатах Казио Из них два первых 4 медали на азиатских играх Это их на Олимпийские игры Это только мои медали Чего еще надо И я не попадаю в команду Работу Понимаешь Какая перспектива На ваш взгляд Что нужно сейчас предпринимать Ну исходя из вот этого анализа Прошедшего Олимпийского цикла И так далее Сборной России Чтобы как-то Ну может быть Себя реабилитировать Потому что до следующей Олимпиады Осталось всего 3 года Не такой же большой срок Да Вот Судя по всему Тренерский штаб Остается тем же Каким и был А это я сразу сказал Что изменений не было Это все тут Все говорят Да вот надо изменять И Анисимов вроде сказал Что да Надо внести Как бы коррективы Тренерский состав Ну все равно Не мы это решаем Кто будет со сборной команды работать И мы не в силах На это повлиять Не сильно Ну вы бы На ваш взгляд В смысле рекомендация моя Как я вижу Да Ваша рекомендация Вот Ну во-первых Конечно Я бы работал Только вкупе С их личными Тренерами То есть Я бы например Спортсмен приходит Ко мне в карман Я бы с тренером разговаривал И мне тренеры Напиши ключи Минусы своего ученика Чтобы я уже Знал картинку Я бы уже У меня была Такая общая картина Кто на что способен Над какими Качествами надо Работать Какие убирать Какие добавлять И так далее И так далее Второе Тренировочный лагерь У меня бы не было Вот этих Трехсот дней Мых сборов Во-первых Опять же Я вот еще давно Еще в восьмом году Помню сейчас такую статью писал Предлагал Что Эти вот Если мы хотим развивать Сборную России Там Сборную джидо в России То надо эти лагеря Внутри страны проводить Ром Вот я например Может быть сборная команда Не так часто может Ездить Там у нее Надо на международной арене Крутиться А молодежку например Почему не поехать На Дальний Восток Поехала сборная команда Да Дальний Восток Сами с удовольствием Примут все Приехали Там глядишь Кого-то присмотрели На Дальний Восток И фонцы Корейцы И монголы Приедут там И так далее Поехали Вот скажем Сборные команды Там вот это лагер Провели На Кавказе В ведущих центрах На Урале Там скажем Челябинский Вот Вот таким вот образом Можно поднять Развитие джидо в России А у нас нету этого Понимаешь Вот тогда бы мы Может быть увидели Других людей Которые не могут Выехать на страну А так Пришел в лагерь Парень какой-то Парень там Из деревни Из какого-то города И смотришь Лидеров убивает Но почему На него не обратить Внимание Привлечь И так далее Создать какие-то условия Ведь мы же Не можем просеять Вот так вот Всех людей А если вот так вот Мы сделали бы По юношам По юниорам Я считаю Вот сборная команда Наша Должна ездить По региону Чтобы поднимать джидо Прийти к губернатору Сказать вот тот И тот Я например Еще давно говорил Я говорю Вы Покойного Уважаемого человека Рахлина Анатолия Соломоновича Неправильно Использовать Ему не надо было Сосборной работать Уже пожилой человек Он нервы свои тратит Там прочее И все Его надо было использовать Как агитатора джидо Чтобы он приехал К губернатору Открыл дверь ногой И сказал Ну Еще раз повторяю Что Анатолий Соломонович Сам мог принести Гораздо большую пользу Как учитель Нашего президента Разъезжает по региону Открывать школу А ведь у нас Получается При джидоисии Президент У нас сколько школ Ты не в курсе? Ну Мне Пишут люди И говорят Что Развития как такового Нету То есть Закрываются школы Урезаются ставки Ну Мне пишут в регион Все говорят Что президентский Весхорт Какой он президентский? Вот Это Была бы Роль Анатолия Соломоновича Рахмин Ездил бы По регионам Уважаемый человек Оба встречали Губернатора И прочее И все И он бы Разъевал Зидов Это была бы Потрясающая помощь Тогда при нем А когда Его поставили Пожилого человека На сборную команду Я же видел его На сороке Мне его жалко было Он переживает Как тренер Когда наши девчонки Борются Ну К сожалению Пока Хреново борются Сказать по-русски Он переживает И в принципе Можно сказать Его может В могилу И свели Вот эти Его переживания И так далее А работал бы Он вот таким Вот там Не знаю Фонд Жидо создали бы Или еще Чуть Такое Под его имя Это было бы Гораздо Пользоваться Это первую ошибку Сделал Володя Шестаков Когда он его поставил Татану на команду Уже тогда Когда его сняли Через полгода Потому что Ну Не понравилась Работа Его работа И тренером И спортсменом Тогда еще Они заявляли О себе Могли там Выступать Это сейчас Все тихо Никаких выступлений Нету Никто не критикует Нашу сборную команду Вот А тогда Могли критиковать И Анатолий Соломоновича Сняли Через 6 месяцев У него С сердцем проблемы Приехал домой Операцию Сделали На сердце То есть Вот Уже был тогда Звоночек Но нельзя Ему с командой Было работать А использовать Его можно Было Очень здорово Ну Не прислушались Как-то Ни Шестаков Ни Ну С последующей Федерации С нынешней Я На этой теме Не разговаривал С Соловейчиком Не с Хабировым К сожалению Вначале Первое время Был разговор У нас С Сергеем Игоревичем На том Чтобы Как-то Использовать Меня Федерацию Но Потом Признаешь Меня Использовать Ну Мы говорим Сейчас Об Олимпиаде Давайте Так Значит Какие На ваш взгляд Перспективы В Париже Смогут ли Сегодняшние Олимпийские Чемпионы Повторить свой Результат Такой некий Прогноз И смогут Ли те Кто уже Стал Двукратными Стать Трехкратными И Конечно Же Сможет Ли Сборная России Восстановить Свой Так Назваемый Сатус Кво Ну Если Вот Эта Команда Останется Я думаю Что Вряд ли Вряд ли Команда Сможет Подготовить Олимпийского Чемпиона Вот Насчет Других Других Спортсменов Очень Много Опять Будет Зависеть Тот Жеребьки То есть Попадает Удобный Неудобный Соперник Ну Я Все Мы же На эту тему Как-то Разговаривали Вот Дашка Белодит Я не знаю Это было Решение Конкретно Или Японских Тренеров Или Сама Спортсменка Пришла К этому Она Вышла Против Дашки Стала Резко В левую Стойку И Даша Не могла Взять Ее Правое Плечо То Что Ей Нужно Для Захвата Левой Не могла Взять Она Причем Так Развернула Что Оставила Ей Только Спину Она Берет Захват На спине Запрещающий Захват Она Шипа Получила Она Упала Точно Так же Второй Момент Яркий То Что Я Вряд Вряд Буду Продолжать Только За счет Тактики Только За счет Тактики Уметь Обыгрывать Соперника Этот Сложный Процесс Не так Просто Это Сделать Но Тем Не Менее Я Как Инженер По Образованию Нашел Это Решение Как Именно Если У меня Ученик Выполняет Мою Установку Он Выигрывает Эту Схват Я Говорю Взять Шахеев Тоже Великий Боится Непобедимый Можно Сказать А Вышел Шардау Ташвили Встал Тоже Вправую Резкую Стойку Убрал Левое Плечо От захвата И он За всю Схватку Взял Один раз Захват И он Бросил Не вправо Как обычно Он бросает А бросил Влево Ему Организм Опять же Подсказал Что туда Не проходит А в эту Сторон Он нашел Бросок И бросил Этого Грузина Вот Что значит Тактика А если бы Шардау Ташвили Вышел Встал В левой Стойке Или даже В другой Любой Захват Взять Правую Руку Все Если у спортсмена Есть захват Рабочий Захват Конечно У него Большой шанс Сделать Свои Броски А многие Спортсмены Сейчас И тренеры Слава богу Вот это Мой конек Ты знаешь Захват И передвижение Меня считают Одним из лучших Специалистов В этом разделе Вот С помощью Захватов И передвижение Может соперника Либо усилить Либо разрушить Вот у меня Расул Бакиев Борец По моей схеме Провел Год Олимпиады 32 схватки Один раз Упал на ковку После 4-месячного Перерыва Две Олимпиады Отборолся Две схватки Ни одной оценки Никому не проиграют Коврону Стоперил Выиграл Чемпионат Азии Не проиграв Два чемпионат Азии Не проиграв Ни одного движения То есть Можно Из таких ребят И которые Выполняют Именно тактические задачи Обыграть Более талантливого Более Ну как бы Сильного спортсмена То есть Он обыграть можно Можно И Риннера Можно обыграть Вот хотел спросить Про Риннера Как вы думаете Будет ли он в Париже Конечно Конечно Три года потерпеть Это не так сложно Во-первых Но не только потерпеть Надо еще попытаться Войти В рейтинг В медальный результат Все-таки Просто так выступить В Париже Риннеру тоже не захочется Я думаю Что За это Уже Подползают к нему Подбираются Ну кто Сейчас из тяжеловесов Можешь с ним Конкурировать Хотя Хотя Я Да Я с вами согласен Что я посмотрел На У Ликонцев Нету таких ребят Которые Не могут Башаев Спорно Опять-таки Да Тут было достаточно Такой момент А тогда Я думаю Что Я пока не вижу Из тех ребят Которые Сейчас тяжелые Веси И из тех молодых Которые Там могут Прийти Я пока не вижу Которые бы могли Обыграть Кого вы видите Из Сегодняшнего состава Сборной Олимпийской Российской В следующем составе Кого вы могли бы Видеть Как вы думаете 60 килограмм Давайте Пойдем Ну по мужчинам Честно Я могу сказать Тебе сейчас За сборной России Особо не слежу То что Ягова Уйдет Из этого Вес Это 100% Кто там Дальше Подпирает Не знаю Может быть Молодые Кто-то Из юниоров Придут Я даже Не знаю Сейчас Молодежную Команду 81 Там Эти Осетинские Ребята Лапинагов И Хурбецов Не знаю Останутся Не останутся Ну Реально Может Отсаться Мишка Лидера В этой Ресовой Категории 100 килограмм Я думаю Точно Заменятся Там Эти Ребята Уже Два Неяза Этот Истер Арсана Билалов Билалов Или Он 27 лет Тому Тоже По 30 лет Вряд ли Они там Все-таки У нас Понимаешь Скамейка Большая И вполне Возможно Появятся Ребята Которые Их Подопрут Может Молодые Или Там Сейчас Вторые Треть Немера Которые За ними Идут Может Адамян Проснется Как-то Там Заборется В тяжелом Весь Я думаю Большая Большая С Тасовером Останутся На этих Ролях Про девчонок Вообще Ничего Не хочу Говорить Потому Что Это Горе Беда Российского Зидо Зидо Ты знаешь Я начинал Женское Зидо В 1984 И вообще Считал Что Наша Русская Машка Может Порвать Всех Но К сожалению Не получается Это Многострадальная Сборная Сколько Тренеров Женской Сборной Поменялось Это Просто Даже Трудно Сказать Сколько Столько Тренеров Поменялось Женской Сборной Никак Не могут Найти Кого Чего Ну Тогда Мы Будем Завершать Наш Разговор Долгий Разговор Получился Конечно Может Быть Не Все Мы Смогли Охватить Не Все Как По Полочкам От Зидо Можно Говорить Сутками Можно Говорить Особенно С вами Владимир Николаевич Вот Спасибо Вам Поделились Своими Переживаниями Впечатлениями Мыслями Вот Именно Переживания Честно И Надеемся Что Нашим Зрителям Понравилось А в принципе Вы всегда Интересный Собеседник Да И многие Смотрят И оставляют Отзывы Поэтому Кто будет Смотреть Пишите Может Какие-то Отзывы Пожелания Может Вопрос Какие-то Вопросы Может Быть Появятся Вот Мы Попытаемся Тоже Как-то Озвучить Поэтому Будем Наблюдать Дальше Как Говорится Как Будет Происходить Ситуация Три Года Осталось До Следующей Олимпиады Олимпиада Это Неординарный Старт Не Такой Как Чемпионы Мира Европы И так Далее Будем Смотреть Как Развивается Дзюдо В России И В мире И Поживем Увидим Как Говорится Ну Да Именно Поживем Но Надежда Умирает Последний Поэтому Посмотрим Кстати Вот Буквально Через Пару Недель Будет Чемпионат России В Майкопе Первый После Олимпиады Посмотрим Кто Там Появится Новенький Из Поставники Будут Бороться И Посмотрим Будут Бороться Олимпийцы В принципе Я думаю Что Это Украсило Но Хотя Бо Те Кто Не Вошел Медаль Не надо Всем Бороться По крайней Мере Все Вторые Третьи Четверка Медаль Важно Отбораться Спасибо Всем За Просмотр И До Новых Встреч Спасибо